Аграрный сектор был и остается инновационным кластером страны. В Казахстане насчитывается большое количество плодородных угодий. В этой связи остается важным использование современных сельскохозяйственных оборудований. Так, в Кукшетау состоялась и армарка техники, предназначенная для данного направления. Такая выставка проходит впервые за последние два года. Данная выставка – это комплексное мероприятие, которое дает возможность ознакомиться с достижением в сельскохозяйственной отрасли, обменяться опытом. Основой мероприятия и традиционно является не только современная сельхозтехника, но и демонстрация семенного материала, средств защиты растений, также технологическое оборудование для животноводов и, конечно же, многое другое. Далее глава региона провел агросовещание. Стоит отметить, в прошлом году, несмотря на аномальную жару, в области был получен неплохой урожай. В этом году результат стоит не просто повторить, а приумножить. Именно для этого многие вопросы весенней полевой кампании были выдвинуты на всеобщее обсуждение. На совещании был обособлен факт завышения цен на социальный хлеб в прошлом году в связи с удорожанием зерна. Однако, Акимам районов было дано поручение сдержать стоимость в текущем. Булка хлеба весом в 600 грамм из муки первого сорта не должна превышать цены в 105 тенге. В целом, качество и количество зерна напрямую зависит от погодных условий и осадков. Нынешняя зима выдалась теплая, снег с полей сошел рано. Специалисты, в свою очередь, отмечают, если вовремя учесть все факты, урожай можно получить выше, чем в 2021 году. В условиях острой засухи формирование урожая происходит только за счет запаса почвенной влаги, а уровень урожайности определяется количеством накопленных осадков в осенне-зимний период. В зависимости от сложившихся метеорологических условий года, исходя из запаса влаги в метровом слое почвы, на паровых полях более 130 мм и с учетом выпадения осадков за юн менее 40 мм, вероятный уровень урожайности яровой пшеницы может быть на уровне 13-16 см. В ходе совещания было отмечено, что в Казахстане в основном используются отечественные сорта семян. Спросом пользуются и завезенные из соседней России, но специалисты твердят, что больше урожай дает именно продукция казахстанского семеноводства. Также обсуждались вопросы животноводства, пастбищных земель и удобрений. Вы прекрасно знаете, что при полном соблюдении современных технологий выращиваясь в сельскохозяйственную культуру, отрасль для растеньеводства имеет реальную возможность на порядок увеличить производство высоко, рентабельной и конкретно способной продукции. Текущая ситуация требует, чтобы мы как можно быстрее прилились к мировым стандартам сельскохозяйственного производства. При этом показателем, характеризующим уровень развития является, конечно же, производительность труда, повышение которой достигает за счет внедрения точного земледелия, современных влагопрегающих технологий, цифровизации основных производственных процессов, применение минеральных удобрений, комплексная защита растений и внедрение научных подходов в сельскохозяйственном производстве.